Приветствую вас! И очень часто бывает так, что люди, получая высшее образование, понимают, что ту профессию, которую они выбрали для себя изначально, не является тем, чем они хотят заниматься в будущем. И это нормально, это решение абсолютно нормально. Видите ли, выбор профессии, выбор деятельности, он строится не только на сознательном решении. Вот, вы пришли, посмотрели, так, что у нас тут есть, юриспруденция, медицина, журналистика, ресторанное дело, там, кто-то еще, да, и кто-то вызвали. Вы можете выбирать изначально, когда начинаете только учиться, особенно, если пошли сразу после школы, вы можете выбирать, будучи ребенком. Ну, то есть, в 18-19 лет, когда вы выступаете в университет только, вы еще достаточно взрослым человеком, достаточно осознающий себя. Что происходит за время обучения в университете? Вы становитесь практически взрослым человеком. 24-25 лет – это тот период, когда вы заканчиваете университет, и это, по сути, уже период взрослой жизни. И очень часто бывает так, что те ценности, которые были актуальны на момент начала учебы, теряют свою актуальность на момент окончания. И вам нужно понимать вот что. Значит, главное, самое главное – это ваш интерес. Вот просто интерес. Посмотрите, какие интересы сферы. Вот, поваром вам идти не нравится. Значит, бармен тот, но можно быть директором ресторана. Правильно? Правильно. Директор ресторана. Что для этого нужно сделать? Посмотрите, что нужно реально осуществить, чтобы стать директором ресторана. Ко скольких годам вы можете стать, допустим, директором ресторана, если вы хотите, руководящий должен. Ведь директор ресторана тоже должен знать ресторанное дело. И подумайте. Посмотрите. и если у вас будет четкий план, сделайте по нему, и все. Строите свою карьеру. Начинают всегда снизу. Если набрать в поиске, вот, должности директора, то есть, вот говорят, и должность директора предприятия. Допустим. Вот что нужно, а какими качествами должен обладать кандидат на этот вот? А что будет работать там не менее 50 лет, допустим? Там еще какие-то требования есть? Вот вы сразу себе и думаете. Ага, 5-6 лет. Значит, надо, что как минимум проработать 5 лет в ресторанном деле. То есть, как минимум. Это первое требование для директора. И дальше, дальше, дальше по пункту. Если вам нравится именно ресторанное дело, что хотите именно в чем-то касающихся ресторана, вознят руководящие должности. Можно быть менедером профессионалом, тоже в ресторанном деле. То есть, тут как вы себя зарекомендуете? Ведь на месте работы можно заниматься джим и горлом. Бармен может там давать какие-то подсказки официальным. Повара могут тоже давать рекомендации другим поварам, как готовить. Если руководитель видит, что какой-то повар на своем месте там занимается чем-то еще, он рано или поздно это заметит и его повысит. Вам нужно проявлять себя, проявлять свои интересы и свои способности на рабочем месте. Хотя бы. Это лучшая среда для того, чтобы раскрыться. Раскрыться как деловой личности, раскрыться как субъект общения и так далее. Именно так вам нужно себя вести. Но есть другой момент. Допустим, вы сейчас понимаете, что вот вариантов для того, чтобы построить карьеру именно в ресторанном деле, вас не так много. А работать на нишах, с которых вам нужно начинать, вам не хочется, не нравится вам. Хочется сразу на какую-то руководящую должность. Что есть руководящая должность? Руководящая должность, есть менеджер. То есть вы хотите быть менеджером. Менеджер – это нужно учиться. И вам будет проще и легче выучиться на менеджера сейчас. Когда вы уже почти получили высшее образование, вам нужно всего лишь два года еще проучиться, чтобы получить менеджера, грубо говоря. Или просто курсы даже какие-то пройти. И вам больше, в принципе, ничего не нужно. Потому что вам будет проще получить работу, проще заместить какую-то должность из-за того, что у вас есть свидетельство о высшем образовании. И как бы людей принимают с высшим образованием гораздо более охотно, чем без. И главное для себя – это понять, какая сфера работы вас больше всего привлекает. В чем вы хотели бы реализовываться? Если вы в ресторанном деятельности, то хорошо. Смотрите, что нужно для того, чтобы занять какую-то руководящую должность там. Прям просто смотрите. Вы знаете, требование, там, посмотреть, можно бизнес открыть свой ресторан. То есть, нужно смотреть вариант. Если что-то другое, то опять значит что? Вот вы учились на ресторанное дело, да? Поняли, что это не ваше. Если вы поняли, что что-то не ваше. Это как если бы человек в свою жизнь учился на журналистах, но понял, что у него нет писательского таланта, у него нет внутренней речи, у него нет литературного стремления писать. У него не достаточно сильно подвечен язык, допустим. И он не может быть журналистом. Или журналистика ему не интересна, но так бывает. Но человек понял, что вот он пишет, например, и писать ему нравится. Нравится писать публицистику. Нравится писать, скажем, что-то другое. Но он это понял только когда занялся писательством. А раньше он этого понять не мог, потому что он не знал об этом. Он не пробовал. То есть смертись. В процессе своей деятельности вы пробуете какие-то другие смертные, с другими профессиями операции. И какие-то операции вызвали у вас больше симпатии. Вот это нужно проанализировать, выявить и заниматься тем, что вызвало у вас наибольшие положительные эмоции. Тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...